У нас сегодня Паршат Баалойско. Я хочу коснуться двух тем этой главы, это касаться еще разных событий, которые у нас происходят. Наша глава начинается с очень небольшого отрывка освященного храма в Меноре. Может быть, вы обратили внимание, что когда мы читаем на Хануку, главы Несиим, то то, что мы читали в предыдущей главе, мы кончаем их, восьмой день Хануки, начало нашей главы. В порядке. То есть перескакиваем из главы на носу и кончаем отрывка в Меноре в нашей главе Баалойско. Есть в отношении Меноры одно место, основанное на стихе в главе Эмуэр. Там сказано так, «Мехудшла поройхеса идут ульмойльяроху иса». То есть место, где зажигает Менору, это вне так называемого «порохет», как можно сказать по-русски «порохет», «занавес». Перед «занавесом», можно говорить, идут, свидетельство и так далее. Что такое порохет Эйдут? Вот есть Масекет-Шаббат, очень такое интересное место, где-то далеко «бет», амут «бет». Там Гамрат объясняет, что «эйдут ги» означает, «эйдут ги ойлум шешхина шураба исроэль» – это свидетельство для всех, живущих в мире, чтобы присутствие Всевышнего находится в народе Израиля. То есть в чем было это свидетельство? То есть объясняю тогда Гамрат дальше. В Менере было семь свидетельников, один из них так называемый Мы наполняли так же, как все остальные. Он всегда горел больше всех. И от него зажигали заново Менеру на следующий день. То есть всегда, кроме тех, ребенка начался уже эстерпаным, сокрытие ликотворца в нормальном состоянии. Это было постоянно, то есть, что тут написано, короче, говоря. Что в храме было постоянно Несханука. Постоянно был этот самый Нера Малави, который горел не только ночь, как ему было положено, и даже не длинную ночь, как нас упоминается, ночи месяца Тевет. Он говорил так же весь день тоже. О чем он свидетельствует? Потому что шахина присутствует в народе Израиля. Это было постоянное чудо Хануки в нашем народе. И еще есть вещь немножко объяснить. Объяснить. Вообще-то, как говорили, храм вообще был местом чудес. Это упоминается и в Перке-Авод. Чтобы там десять чудес было в храме. Напоминается также отдельно. Есть в конце первого Перека, там есть тоже вопрос о чудесах, которые были в храме. В чем суть этого дела? Почему? То есть это само по себе было ясно, что в храме были чудеса. И почему они были? Просто сказали, чтобы видели, что это Дом Всевышнего, хватило бы одного чуда постоянно. Начало было десять. Я объясню одну вещь. То есть понятие чудо, НЭС, это означает, что есть что-то выходящее здесь за пределы ограничений этого мира. Есть у этого один источник. Когда в мире раскрывается, в этом мире раскрывается нечто более возвышенное, духовная часть мира, которая является, безусловно, главным. Это главное, оно властвует более низким, это материальной частью этого мира. Там, где скрывается высшая часть мира, то там наступаются незаконы природы. Поэтому храм, который был местом, как бы, стыковки высших миров и низших миров, хаба там было местом присутствием шхины, то там были постоянные чудеса. И опять же, то, что это тоже говорит из Гмара Масеха и Шаббат, что этот святильник Менури, он говорит всему миру, что есть шхина в присутствии в городе Израиля. Этим постоянным чудом, которое было ежедневно, ежедневно. Я хочу поставить один вопрос. Один вопрос. У нас сейчас нет Менури. Есть ли где-то все-таки у нас место, где есть у нас свидетельство о том, что шхины присутствуют в народе Израиля? Известные слова Рамбана в нашу отдельную главу, Менури, что эта глава о Менури, есть также вот намек на Харнукию, которую дали нашему роду Макавей. Рамбана здесь становится на Бедраше, для того, что получил особое достоинство Арун и его потомки. Но при всем при этом, я бы сказал так, наши Харнукиют есть напоминание нам, нам и всем другим о чуде Хануки. Но с самих Ханукиют это чудо не происходит. Это понятно. Где мы можем сейчас видеть все-таки, что шхины присутствуют в народе Израиля? Правда, очень принципиально. Я хочу эту вещь немножко объяснить. На втородстве нашего великого учителя, на втородстве Берлина, последнего великого Рожи Шива и Фед Воложин, автор книги «Эмэк Добэл» и многих других книг других, он в нескольких местах пишет о том, что в чем смысл вообще был у Менуры. Он приводит гомору из Масагет Баабатра, что тот, кто хочет обрести мудрость, когда молится в сторону храма, немножко обратить лицо в сторону юга. Почему в сторону юга? Потому что на юге находится Менура, и с Менурой связана мудрость. Связана мудрость. И говорит, носив так, что есть две части нашей единой торы, есть письменная тора, и есть место, в храме было место для письменной торы. Это был Арона Коидиш, Арона Брит, он находился во Святой Святых, у него был венец, который смысл был, это был корона торы, как пишет в Рашем Хумыше, там находились скрижали, первые разбитые, вторые. При Иероне находилась также и первая книга тора, который написал Муша Робейну. Это было Святое Святых. есть еще один предмет, смысл его был тора и служение, ежедневное зажигание, это была Менура, ежедневное зажигание, которое это было, в частности, несло свет торы в наш мир, она не была Святой Святых Менура, она была вне, она была вне Святых Святых. И по большому счету в этом есть очень глубокая идея, что ту тору, когда она находится во Святой Святых, надо спустить ее к нам, принести ее до нас. Тор должна в этом мире раскрываться, а не быть где-то далеко, глубоко спрятанной. И Менура соответствовала устной торе, сейчас идет труду над устой торе, потом приводит нацеп, то, что мы упоминаем в Менуре, что были ко вторим, прохим и так далее. То, по-моему, Робетав, он говорил на какую-то хорошую, очень новую идею в торе, он говорил, что ко втору перах. Какое мере отношение ко втору перах, это обменяется в Менуре, как новым хедушим тора. Какое мере отношение. Глядя нацепь в этом так, что это все эти вот, все эти вот части Менуры, они бы соответствовали, действительно, эти части соответствовали хедушей тора, новому, который раскрывается нами в торе. И тут мы можем сказать следующую вещь. Есть у нас место, где присутствует шхена. и сейчас. Сейчас. И у нас реально есть несколько таких мест. Я говорю просто сейчас об одном. это мы сейчас недавно учили Масакат Брахот, кто-то это помнит. Там упоминали, кажется, в первой главе, что о важности молиться именно в том месте, где ты учишься. Почему? Потому что, скажем так, это не хумра или дополнительное такое достоинство последних поколений. Это то, что говоря, это закон Талмуда, что если возможно, молиться именно в том месте, где ты учишься. Почему? Потому что сказано, что там следующая вещь. Он очень любит те самые врата, которые отличаются Аллахой. Это дом учения. Дом учения. И нам сказано там еще, что они занимаются Аллахой. Что они занимаются Аллахой? Я это объясню. Но имеется в виду, что человек карпит над Талмудом и над другими святыми книгами и из этого извлекает Аллаху. Они просто читают Кесур Шруха на Рух и думают, что он называется Арба Амодшур Аллахабель Вад. Не совсем так. Но имеется в виду, что он должен давка в этот Арба Амод находиться? Не, 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 слушайте. Это сейчас не важно сейчас. Не надо сейчас касаться вещей, которые не принципиально. То есть там говорится, что присутствие Шихины, присутствие Шихины есть в месте, где занимаются Торой. Это Торой. И, как мы уже сегодня говорили, присутствие Шихины проявляется в том, что проявляются чудесами, выходом за обычные законы природы. Я могу прости простой пример. В наше время известен еще во мир. Пять или шесть лет находилась в Шанхае. Пять скорее всего. У меня есть свидетельство от тех, кто там был. Что, ну, личные, устные и так далее. Что время, когда американцы беспощадно бомбили Шанхай, была большая военная промышленная база японцев. Что, где прятались китайцы во время бомбежек? И Шивы? И Шивы? Ни один ученик И Шивы не пострадал от бомбежек. Все пять-шесть лет. Ни один. Почему? Это было то место, где присутствовала Шихина. Это было место, где присутствовала Шихина. В первую очередь были они сами. Они сейчас не в здании. То есть, если мы говорим, где есть свидетельство о том, что Шихины присутствуют в нашем народе, я вам скажу. Тут не нужно китайцев, которые там спасались. Кто-то войдет в такую хорошую-хорошую и Шиву, видит огонь, который там, свет, который там есть на лицах. Ребята учат Тору. Это настроение и время учебы, и время молитвы. Он поймет, что это место, оно не относится, кстати, к нашему миру, чем мы живем сегодня. Кто-то знает, что такое. Хороший и Шиву от него, и меня хорошо поймет. Кто-то не знает, так пусть познакомится. Пойдем посмотрим. Есть тут одна очень принципиальная вещь. Есть у нас в нашей главе одно такое немного скрытое место, но я объясню вам так, как это объясняют наши мудрецы, Медраши, Ратос, вот говорит об этом, «Дав куфты двов на сэхат шаббат». В нашей главе Балуиское чудо очень странное место есть. Есть такая маленькая глава, которая называется на сэхат шаббат отдельной книгой Торы. Это глава, состоящая из двух стихов. Это 10-я глава 35-й и 6-й стихи. Называется отдельным свитком Торы. Отдельной частью Торы называется. Он окружен такими написанными в книге Торы, написанными наоборот, буквами «нун». Очень такое непонятно, какое вообще отношение к тексту Торы в этом месте. Очень непонятная вещь. И приводит гмара в сэхат шаббат, что не тут место этих стихов, но Всевышний сказал их тут написать, разделить между двумя тяжкими событиями, которые там произошли. До этого и после этого. После этого это видно. А вот до этого вроде там ничего. Ничего. Ничего не видно. Ничего не видно. Ничего не видно. Ничего не видно. В чем тут проблема. И видится в Талмуде, что это было сказано, что отошли от Торы Всевышнего. Где это написано? Сейчас секундочку. От Торы Всевышнего. Это первое, да? Да, первое, да. О. Там можно обсуждать. Такие тут были два действительно тяжелых ситуация. Случай надо было разделить. Секундочку. Я не сказал неправильно. Не Куфты-2 были, а Куфты-дзайн. Я прошу прощения. Это говорит Талмуд так, что первое происшествие тяжкое. Это было тоже сказано у нас в нашей главе. В 10 главе. В 33 стихе. В Иису Маарашем. Как бы уехали от Горы Всевышнего. Уехали. Ушли. Уехали. Не важно. Ушли. Говорит Талмуд. Они как бы отошли от Всевышнего. И объясняют здесь Тосфуд. Наслание Медраша. Что значит они уехали, ушли от Горы Синай. Как ребенок, убегающий из школы. Знаете, что такое, как дети убегают с уроков. Вы знаете, знакомы с таким? Убегали. А я убегал. Там мы, правда, не Тору учили. Но дети убегают, даже когда учат Тору. Дети – это дети. И это очень для нас актуально сейчас. Мы сейчас находимся после Шевуот. И, в принципе, в мире тоже есть такое напряжение. Напряжение. Достоится заново Тору на Шевуот. И учатся много. Но вопрос, в общем, принципиально, что происходит после Шевуот. После Шевуот. Есть такая очень некрасивая поговорка о некоторых. Конечно, это не большинство и так далее, но о некоторых. Что делают после Шевуот? Идут спать. Идут спать. Просыпаются к началу Илюна. И вот тут-то надо понять. Для нас Шевуот – это то, что было для них, это гора Синай. А то, что мы делаем. Мы жили в каком-то напряжении. Заново достается Тора перед Шевуот. Мы же говорили о том, что это немножко опасно не учиться перед Шевуот. Но что делать потом? Вот еще вопрос. Как будто бы все уже прошло. Даже все в порядке. Можете спокойно идти спать до Илюля. До Шефара Илюля. Вот он говорит, что эта причина – это очень тяжкая вещь. Когда человек сбрасывает в себя бремя Торы и уходит в горы Синай. Слышал в одном месте вашей недели какое-то емкое замечание. Спросили одного хорошего еврея, как прошел Шевуот. А Шевуот говорит, что не прошел, он не остался. Я объясню. Шевуот – это подобно хупе, свадьбе. Но пусть в свадьбе как-то невесту не оставляют. Не оставляют ее. Есть такой еще у них. В чем разница между всеми веселяющимися на свадьбе и женихом? Как можно видеть жениха? Они все одинаково одеты. И вроде бы… Можно всегда перепутать. Где четко мы знаем… Человек приходит на свадьбу уже после хупы. Как он может узнать, кто жених, а кто просто его радостный брат и радостный гость и так далее. Это очень четко. Тот, кто берет после свадьбы невесту к себе домой – это жених. Мы все участвовали в Шевуот. Учились кто больше, кто меньше. Ну все мы радовались получению ТОР. Но кто настоящий жених, кто же не идет спать до Илюля. А наоборот. Наоборот. Есть такой обычай. Я знаю, сегодня мы стали люди, так сказать, немножко слабые, слабыми. Но есть, знаю, люди, которые специально, они после того, как они учились всю ночь в Шевуот, они продолжали учиться еще днем тоже. И спали, да? Некоторые раньше учились, потом только шли спать. Есть по-разному. Ну, короче говоря, чтобы не было ситуации, сейчас все, как русские отпрыкались. Кончили шву и сейчас делаем кедуш, идем спать, а дальше все. Нам бы хорошо понимать, что, понимаете, жизнь нашего народа, она находится не по законам природы. Наш народ, его само существование для свидетельства о том, что шахины присутствуют в народе Израиля. По законам природы нас давно бы не было бы. Это мы хорошо знаем. Это знали также не только евреи, знали также не евреи тоже. Мы сегодня задали вопрос, в силу чего? Ну, где мы сегодня видим присутствие шахины в нашем народе? В целом, мы видим как бы отбрыск этого, в том, что просто в чем мы существуем. Но это присутствие шахины зависит от нас, зависит от нас в нескольких аспектах. Во-первых, тут в нашем учебе вопрос. Второе. Какие еврейские дома мы строим? Дома с вами присутствуют шахины или не присутствуют шахины? Я хочу, так сказать, коснуться одной вещи сейчас. Сегодня по нееврейским датам 50 лет в шестидневной войне. Сегодня. Мне не важно, не еврейские даты, но так как часто люди, которые не живут в этом мидорче, живут по нееврейским датам, что у них это более явная дата. Что произошло в шестидневную войну? Мы увидели, что Всевышний делает нам чудеса. И это нам чудеса. В силу тех, кто в этой земле учетов. И даже более того. Понимаете, есть… Мы это говорили и сегодня. Когда возвращали свиток Торы в ковчег. В конце говорят. Ашивейну ашем алеха вонашува хадеши мейну кекедам. Верни на все вышли к себе и мы вернемся. Верни на наши дни, как было раньше, когда был храм и все прочее. Это предпоследний стих свитка эйха. Это стих. Предпоследний. Об этом стихе есть у наших мудрецов следующее замечание. Есть как бы диалог между Всевышним и народом Израиля. Он сказал проще Всевышнего – ты верни нас. Ты как бы сделай первый шаг, а потом мы вернемся. Потом вернемся. А Всевышний это просит наоборот. Потому что мы вернулись к Нему. Чтобы шло это от нас, а не от Него. Понимаете, то, что происходит сегодня во многом, то, что мы наблюдаем. Мы видим, как Всевышний, Он нас возвращает. Он делает вещи, которые, может быть, мы бы не заслуживали этого. Но Он нас озаряет вещами, которые говорят, что есть шкины в городе Израиля и сейчас. С ожиданием, что мы вернулись. Нам остается только вернуться. Всего хорошего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.